Челленджер 1 А в этом чуть позже, а пока что несколько слов о британции После того, как стало ясно, что Чифтен себя изживает Англичане ускорили работы по созданию танка нового поколения С мыслью о том, что одна голова хорошо, а две все же лучше Британцы еще в 1972 году подписали с ФРГ соглашение о совместной разработке нового танка Но, как это водится, работа забуксовала, не дойдя даже до уровня немецко-американского МБТ-70 В 1977 году совместные работы были окончательно прекращены Кричать все пропало было рано, поскольку недолгая дружба с немцами все-таки принесла кое-какой опыт К тому же в 1979 году начался выпуск танка Шир-2 Машины во многом удачны Объединив первое и второе, англичане добились своего Серийное производство Челленджера стартовало в 1983 году и продолжалось до 1989 Всего было построено 420 машин Наш герой успел повоевать в Персидском заливе В условиях пустыни танк показал себя не с лучшей стороны После того, как в войска в полном объеме поступил Челленджер 2 Снятые машины в большом количестве были проданы Иордании Но вот знакомство и состоялось Переходим к характеристикам Итак, вооружение У нас стоит 120-мм пушка L11A5 Перезарядка 7,1 секунды Что, в общем-то, неплохо Недавно мы рассматривали с вами АМХ-40 Там точно такая же перезарядка И это, в принципе, хорошо Снаряды, которые с собой мы должны возить Ну, прежде всего, это бронебой напередный подкалиберный снаряд L23A1 Там 440 мм бронепробития И 1535 метров в секунду начальная скорость полета снаряда Пробития хватает, в принципе Хотя иногда хочется, особенно дистанцию, получить нечто лучшее Но, тем не менее, с этим тоже можно нормально воевать Ну и баллистика, в принципе, тоже не печалит Кроме этого, можно с собой возить парочку хэши Иногда они могут пригодиться против чего-то легкобронированного Ну и, конечно же, дымовой снаряд L34 тоже подойдет Иногда можно противнику поясить дымовую завесу Закрыть ему обзор и спокойненько прошмыгнуть В общем, это сильно помогает К тому же у нас есть и дымовой гранатомет Калибр 66 мм и 10 гранат к нему Идем дальше Скорость горизонтального наведения 29,1 градуса в секунду Ну, просто замечательно Башня вертится быстро Претензий к ней нет Увены также порадовали Орудие опускается на 10 градусов Поднимается на 20 Все довольно комфортно Спокойно можно играть от рельефа Без затруднений Переходим к броням В целом, нужно признать, что лоб башни у нас хорошо бронирован Ну и ВЛД тоже может кое-что отбить Мы имеем неплохую защиту Которая позволяет танковать Например, советский БОПС-3БМ-22 На дистанции примерно 500 метров У нас это получается неплохо Хотя, есть ослабленные зоны И если туда прилетает снаряд То всем становится плохо Ну, либо сразу же вы отъезжаете в ангар Тут, конечно же, ничего хорошего нету Но, во-первых, туда нужно еще попасть Это нужно выцелить А на дистанции это сделать тяжело Ну и к тому же на ходу Просто так взять и попасть туда Трудновато будет Давайте подробнее рассмотрим броню башни Ну и так, лоб Один слой катаной гомогенной брони 50 мм За которым идет у нас комбинированная броня С элементами НЕРА 300 мм Ну и еще один слой брони Литая гомогенная 110 мм Борта башни Имеют аналогичное бронирование Но там как-то поскровнее циферки Сначала идет слой катаной гомогенной брони 25 мм Затем комбинированный слой 300 мм И уже потом катаная гомогенная броня 80 мм Немного, но кое-что тоже можем отбить Крыша башни от 20 до 38 мм Корма 44 мм Переходим к ОЛД Похожая схема Сначала идет катаная гомогенная броня 50 мм Далее комбинированный слой 200 мм Ну и еще один слой Катаной гомогенной брони 80 мм Да, есть уязвимость Это окно мехвода Который принимает все снаряды Прям замечательно Поэтому если играете от рельефа Старайтесь прятать корпус Все равно НЛД просто 70 мм Без всякого усиления И туда залетает все на ура В бортах у нас с верхней части 20 мм Внизу 38 мм В корме от 20 до 25 мм МТО от 8 до 20 Переходим к ходовым характеристикам Максимальная скорость 56 км в час Да, набираем мы ее не так уж и резво Но тем не менее лучше, чем советские 64-ки Либо 62-ки По перещонке идем примерно 35-40 Что в принципе пойдет Назад едем со скоростью 36 км в час И это уже серьезно Удельная мощность, конечно же, не такая Замечательная, как у МБТ Как у Типа 90-го Или Леопарда 2-го Но тем не менее, тоже пойдет 19,3 лошадиных силы на тонну Но вот мы с вами и рассмотрели Английский основной боевой танк Челленджер 1 Машина получилась довольно сбалансированной И интересной У нас есть броня И причем эффективная броня Есть орудия с хорошими боеприпасами И, конечно же, есть скорость Но не стоит обольщаться Это не значит, что наша машина Вот она прям как Леопард Второй какой-нибудь Там может запросто скакать Объезжать Все и всех нет Машина более позиционная Но тем не менее Она уже себе может позволить Несколько больше, чем, например, Советские танки И в этом главный ее плюс Катаясь на Челленджере Я не чувствовал себя Настолько связанным по рукам и ногам И позволял себе сделать Несколько больше, чем на советских машинах На этом обзор подходит к концу Надеюсь, вам он понравился Всем крепкой брони И отличного настроения Субтитры сделал DimaTorzok